Ну, естественно, что нельзя без анекдот, потому что никогда. Я вообще врач по образованию, я вообще люблю медицинские анекдоты. Ну, это... Меня хлебом не кормит. Ну, карикатура — это рисованный анекдот, на самом деле. А, вот-вот-вот, супер-анекдот. Про радио анекдот. Здравствуйте, здравствуйте. Вы прям в эфире. Какую песню хотите заказать? Это стол заказов нашего радио. Он говорит, вы знаете, я кошелек нашел. Он говорит, так, на имя Михаил Михайлович Иванов. Он говорит, да, здесь две тысячи долларов, семнадцать тысяч рублей, кредитные карты, даже там пин-код одной карты я вижу, загранпаспорт, водительское удостоверение, по-моему, даже ключи от сейфа, что ли. Его визитная карточка. Он говорит, и что ему передать? Поставьте ему просто хорошую песню. Раздается звонок на радио. Поставьте, пожалуйста, для моей тещи или моей любимой жены песню Владимира Высоцкого «Кони привередливые». Хорошая песня. Анекдот, смысл которого я понял тогда, когда моя дочь была в роддоме. Стоит мужик внизу в роддоме, ломает пальцы. Мальчик или девочка? Мальчик или девочка? Мальчик или девочка? Господи, мальчик или девочка? Выходит, мне сестра говорит, собственно, что вы так переживаете? Ну, кажется, мальчик или девочка? Как вы не понимаете, я же должен знать, я бабушка или дедушка? А вот картинка как раз. Перед Новым годом жена должна родить, мужик приходит в роддом, ждет в этом предбанечке, выходит санедарка, как обычно, подходит к нему и говорит, у вас родилась елочка. Самый короткий анекдот, после анекдотов колобок повесился и прочее. В китайском роддоме надпись «Хватит». И вот, хороший анекдот, значит, с птицами. Есть кавказский вариант с птицами, есть одесский с птицами. Кавказский с птицами, значит, похороны тещи в одном селении. Ну, похоронили, процессия идет назад, впереди идет зять, такой грустный, слезы у него на глазах, в кепке в такой огромной. Ну, чего ж хорошего-то, тещу похоронили. И в это время ему птичка прямо на кепку сверху откуда-то, цык, и делает свое дело. Он так кепку снимает, так смотрит наверх, говорит, мама, вы уже там. А второй вариант, когда два одесситы прогуливаются по Дерибасовской, болтают о чем-то, и вдруг одному из них птичка тоже делает, только уже не на кепку, а на лысину, он так берет, так брезгливо все это стряшивает себя и говорит, Понимаешь, Моня, для русских они поют. Одесса, одетский ресторан, подвыпивший посетитель пристает к оркестру, который склонен принимать заказы, понятно, деловых условиях, говорит, сыграйте мне Брамса. Мы говорим, да, молодой человек, у нас специфический репертуар, специфический оркестр, мы не играем Брамса. Мы не знаем, Моня, ну как же вы не знаете Брамса? Ну вы знаете, молодой человек, мы не знаем Брамса, мы говорим, вот это вот, понятно, что мы сыграем. Да вы же знаете Брамса, там еще так, Брамс, пам-пам-пам-пам-пам, Брамс, пам-пам-пам-пам-пам. Ну, естественно, привет всем музыкантам, музыкальная тема, особенно любимая мною. Саксофонист в Нью-Йорке работал всю ночь, за 20 долларов играл стандарты, губы опухшие, приходит домой, дома погром, жена рыдает на кровати, он сразу с порога. Что случилось? Кто? Она, приходила эта сволочь, кто? Скажи, я разорву его на части. Этот ублюдок приходил, делал, выпил все спиртное. Кто этот обезьяна? Перебил все здесь, со мной делал, что хотел, скажи, кто это? Как кто? Твой дружок Чарли Паркер, кто? А он ничего не говорил про запись в среду. В бар входит посетитель, и входит посетитель, указывая на мертвецки пьяного мужика, который уже там сидит, бармен, и говорит, мне, пожалуйста, того же самого налейте. Быстренько на кондитры. Зайка приходит в бар, говорит, молока и булочку. Бармен. Без проблем. Да, да, да. Спасибо. Пожалуйста. Ну, Зайка сидит, кушает, подходит мужик. Привет, Вась. О, здорово, Коля, как дела? Нормально, все хорошо. Ну, и что там у тебя? Да все, пивка дарешь. Да, как же надо, да, дети нормально. Ну, все, подходит. Ну, тут ушел, Зайка подходит. Ты, 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 ты чего? Да дразишься. Ты меня передразнил? Не, 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 не тебя. Я его передразнил. Нет, не слышишь, хорошая. Вот, началось. Алло. Алло. Ты прямо попал в съемку. В съемку попал, у меня съемка. Доктор, спиртное употребляете, пациент? Только по торжественным случаям. А когда вы, что вы считаете торжественным случаем? Когда у меня есть выпить? Что такое было? По анекдоту, который, за который меня однажды чуть было не выгнали из адвокатуры. Когда я в процессе, выступая в процессе защитником, всю свою защитительную речь свел к анекдоту. Судит Гражданина Иванова за самогоноварение. Судья к нему. Гражданин Иванов, у вас дома нашли самогонный аппарат? Да. Значит, вы варили самогон? Нет. Подождите. Вы не станете отрицать, что у вас дома был найден самогонный аппарат в рабочем состоянии? Да. Значит, вы варили самогон? Нет. Подождите. Вот в протоколе сказано, что у вас дома найден самогонный аппарат в рабочем состоянии и рядом бутылка свежей браги. Значит, вы варили самогон? Нет. Суд удаляется для выяснения приговора. Выходит именем Российской Советской Федеративной Центрической Республики Гражданина Иванова за хранение самогонного аппарата и изготовление самогона приговорить к 8 годам лишения свободы. Он тянет руку? Что вы хотите сказать? Гражданин Представитель, тогда еще за изнасилование меня добавьте. Как, вы кого-то изнасиловали? Нет, но аппарат же у меня есть. Вот этот вот абстрактный анекдот, очень хороший, когда звонок по телефону, да, это 444-44-44, да. Вызовите, пожалуйста, скорую помощь, у меня палец в диске застрял. Ну и, естественно, короткий рыболовник. Продаются рыболовные снасти. Если ответят мужской голос, скажите, что ошиблись номером. И анекдот из... да, анекдот из новорусских времен, наверное, вы знаете, как в бане где-то, так сказать, сидят убедительные новые русские бизнесмены, значит, соответствует обстановка, как говорят, поляна. Вот. И подходит человек к звонящему телефону мобильному. И, значит, следующий монолог, так сказать, часть диалога происходит. И можно услышать, как он говорит, что, говорит, шуба 12 тысяч, ну ты точно проявишь, что твой размер? Ну хорошо, возьми, возьми. Мерседес, понятно, что Мерседес. Какой? Какой, значит, 500-ый? Ну не 600-ый. Ну хорошо, да ты проявишь, ага. Ну хорошо, возьми, возьми. Кольцо на 15-ый, бриллиант. Бриллиант смотришь. Ну хорошо, хорошо, возьми, возьми. Хорошо, купи, купи, всё. Ребят, а чей это был мобильный? Хорошо. Из свежих. Одна подруга звонит другой. Слушай, скажи, пожалуйста, как меня зовут? А это срочно. А, про казино потрясающий анекдот. Звонок, жена берёт трубку. Дорогая, я из казино звоню. Она только хотела рот открыть. Не ори, я выиграл миллион. Собирай вещи. Да ты что, какие, летние или зимние? Все уматывай, блин. Ну прям как дети. Мой самый любимый анекдот про казино. Лас-Векас. Наши дни. Заходит дама. Менеджер казино сразу видит, профессиональным взглядом, что эта дама первый раз в казино. Максимум второй. И что она далеко не самая богатая дама. Он говорит, добрый вечер. Здравствуйте, я хотел бы поиграть. Он говорит, да, нет проблем. Он говорит, есть не секрет, сколько у вас денег, так, чтобы вас в зал определить. Он говорит, ну вы знаете, у меня две тысячи долларов. У вас две тысячи. Ну вы знаете, я копила два года и вот решила приехать поиграть. Он говорит, ну это замечательные деньги. Две тысячи долларов. Вы можете здесь жить пять дней, как известно в Лас-Вегасе. Отели, хоть и роскошные, они достаточно недорогие с отношением цена-качество. Там главное, чтобы люди играли. Он говорит, вы можете жить в хорошем отеле, апартаментах, питаться неплохо, играть, так, пятьдесят долларов. Он говорит, нет, нет, я хотел бы на рулетку. На рулетку? Ну пожалуйста. Он говорит, вот мне две тысячи, я хотел поставить на двадцать два. Он говорит, сколько? Он говорит, две тысячи. Он говорит, понимаете, я говорю, шестнадцать лет здесь работаю, чтобы женщина, которая копила и хочет угрохать за двенадцать секунд, когда идет шарик по рулетке, он спин называется. Ну я хочу. Он говорит, ну зачем? Вы же можете жить месяц на эти деньги. Я хочу. Это ваши деньги, мне просто жалко ваши деньги. Ну хорошо, ну оставить две тысячи, народ собрался, бросает шарик. Двадцать два. А как известно, это тридцать пять к одному идет оплата. Она выиграла огромное количество денег, она выиграла семьдесят тысяч долларов. Он говорит, вы знаете, такого не рассказывал мой отец, который работал здесь раньше метродотелем в этом отеле. Но такого я никогда не видел. Она говорит, ну вот я сколько сказал, семьдесят тысяч. А можно семьдесят тысяч на двадцать два? Он говорит, вы знаете, нормальная женщина, вы понимаете, что это состояние, вы богатый человек. Семдесят тысяч это большие деньги, в Америке тоже. Нет, но я поняла, на двадцать два. Ну, вызвали управляющего, управляющая говорит, ну, никогда такого не было, пожалуйста. Все казино собралось. Бросается шарик, выпадает двадцать два. Уже не понимает, что происходит. Она уже миллионер, уже обеспеченный до конца своих дней. Человек говорит, вы знаете, а сколько я выиграла? Вы выиграли порядка, там, получается, семью, три, два. Два миллиона сто тысяч. Говорит, я хотела бы вот это все на двадцать километров. Ну, знаете, ну, третьего раза этого по определению быть не может. Если в истории еще, говорят еще, когда игры Костей были придуманы, был такой случай, то такого уже не будет случая. Он говорит, пожалуйста. Вызвали хозяев казино. Пришли люди из других казино. Собралось весь Лас-Вегас, два миллиона на двадцать. Выпадает двадцать два. Хозяин сберет женщину, к себе ведет ее в комнату. Он говорит, я акционер отеля. Отель стоит восемьсот миллионов долларов. Я даю вам сорок процентов. Вы, мы вас селим в самые роскошные апартаменты до конца ваших дней. Ваши дети, ваша мама, ваша бабушка. Есть муж? Есть. Муж ваш. Все будут жить здесь. Все будут играть сколько хотят. Пожалуйста. Вы миллиардерша. Самая богатая женщина нашего штата Невада. Но! Она говорит, что вы хотели? Я хочу знать рецепт. Как? Он говорит, ну как, как? Он говорит, ну почему на двадцать два? Ну как? Я ехала сегодня в седьмом вагоне сюда, представляете? Он говорит, ну и что? Ну как, что? Не догадываетесь? Он говорит, нет. Я прихожу в номер. У меня номер, ну, номер семь. Он говорит, ну и что? Я сажусь в такси, номер такси, последняя семерка. Он говорит, что? Ну как, что? Семью три, двадцать два. Он говорит, что нужно выиграть в казино? Как выиграть в казино? Ну да, это один возвратился человек из Англии. Куча денег у него, огромный, полный чемодан. И его друг встречает и говорит, слушай, откуда у тебя столько денег? Он говорит, ты понимаешь, я в посольство, когда поступил, меня взяли на работу в посольство, я приехал в Англию, на второй день познакомился с другими сотрудниками из других посольств, американцы, французы, англичане. И мы в покер играли, в покер. И вот, играем, и, значит, у меня, я говорю, у меня флэш. А они говорят, и я говорю, вот у меня флэш, я открываю. А они говорят, ну, сэр, мы нормальные люди. Флэш, значит, флэш, что вы предъявляете, говорит, мы верим. Он говорит, и тут мне как попёрло. Ну, естественно, что нельзя без анекдота про что-то никогда. Значит, разговор. Вопрос снят телезрителям. Значит, мужики, я тут одному пацану денег отдоложил, бабла. Значит, он мне вовремя не вернул. Я к нему прихожу, говорю, ты за базар-то отвечать должен? Значит, бабки-то верни. Он мне говорит, угадайте, что в чёрном ящике? Ну, игровые разные были анекдоты. Один из ранних. Это анекдот, знаете, какого времени? Это анекдот начала перестройки. Значит, едут в купе четверо едут людей. Трое внизу и играют в покер. В покер они играют. А тот лежит, лежит сверху и слышит страшные числа идут. Он говорит, сто тысяч ставлю. Тот говорит, двести тысяч. Знаете, по семьсот тысяч. Миллион шестьсот. У того совершенно голова уже. Он говорит, ребята, вы на деньги играете или на пенициллин? Доктор, вы знаете, у меня вот печень болит и голова. Одну минуточку. Уходит за ширмом. Выкатывает вот такую таблетку, как колесо от Беларуси. Так выкатывает. Берёт её так пополам. Это вам от головы? А это от печени. Смотри, не перепутай. Абраам спрашивает у зубного врача. Скажите, сколько стоит вырвать зуб? Пятьдесят долларов. А подешевле никак нельзя. Ну, говорит, врач такой возмущённый, потому что уж куда дешевле он. И так по самым низким расценкам работает. Но если вот сейчас вот прям вот не переодеваясь, не мою руки, без наркоза рвану, вот без наркоза сейчас, будет стоить двадцать пять. Он говорит, хорошо. А что это, последняя цена? Вот если ко мне сейчас придёт практикант, он ни разу не рвал. Вот если он без наркоза, сходу, сходу, понимаете, будет стоить двадцать. Даже пятнадцать, наверное. Он говорит, хорошо, говорит Абраам. А, ну ещё что? Он говорит, вот если практикант и любой зуб не глядя, понимаете, вот любой. Десять. Он говорит, идёт, запишите Сару на среду. Вот медицинская клиника, она лечит для желудочно-кишечных заболеваний, она лечит и поносы, и запоры одновременно. И вот поступает больной, с расстройством желудка у него, склонность к поносам. Его поместили только, он надел халат, вышел в садик погулять. И в этот момент его прихватило, и он спрашивает у другого, который прогуляется, скажите, вы не знаете, где здесь туалет? Тот говорит, понятия не имею, я здесь всего вторую неделю. Мой, мой любимый анекдот, один из моих любимых анекдотов. Доктор, скажите, почему меня все игнорируют? Следующий. Мужчина, мужчина приходит, пациент в данном случае приходит к врачу, такой тревожной направленности, специализации, к врачу такой специализации понятной, говорит, доктор, у меня, когда я занимаюсь сексом, дикий свист в ушах. Он говорит, голубчик, а сколько вам лет? Он говорит, 86. Простите, а что вы хотели там услышать, аплодисменты? Ленин в октябре. Открывается занавес, сидит Ленин в аэродроме, заходит в Дзержинский в аэродроме. Ларимиль, да, Феликс, пришли ходоки. Ходоки, да. Из мараули привезли? Нет. До свидания. Закрывается занавес. Первый акт закончен. Второй акт открывается. Владимир Ильич, да, Феликс, хадоки, пришли. Кинзмараули принесли? Принесли. Лаваш принесли? Нет. До свидания. Закрывается занавес. Третий акт. Закрывается занавес. Ларимир Ильич, да, Феликс, хадоки, пришли. Кинзмараули принесли? Принесли. Лаваш принесли? Принесли. Санциви принесли? Нет, не принесли. До свидания. Я стою в первый блюдо, такой же бюро. Эй, слушай, люди к тебе пришли, кинз-мараули принесли, лаваш принесли. Чё ты? И говорят, эй, кто Ленин? Ты Ленин или я Ленин? Премьера в грузинском, в Тбилисском театре Стурова. Им не Стурова, значит, бомонная такая премьерная публика. Все уже готовятся обсуждать режиссёрские изыски, режиссёрскую трактовку. Священный миг, погас свет. Значит, и такая точка света расширяется, расширяется, расширяется. Все уже приуготовились, так сказать, оценить самое первое, так сказать, проявление режиссёрское в спектакле. И появляется в этой белой точке уже расширившийся свет, и появляется в не очень белом халате человек, и говорит, первый тринадцатый ряд хинкали готов. В концерт в провинциальном городе выступает пожилой фокусник предпенсионного состояния мужчина. После концерта подходит девушка местная к нему. Можно ваш автограф? Он говорит, юное создание. Хотите, я вам покажу настоящий фокус? Она говорит, конечно, хочу. Мы сейчас берём шампанское, идём ко мне. У нас будет бешеная страстная любовь, а потом вы тихо и незаметно исчезаете. Много существует, конечно, анекдотов, но, скажем, если по сериям их разделять. Обожаю я сказочные. Вот есть сказочные анекдоты. Вот есть сказочные анекдоты, где задействованы сказочные сюжеты, ну, скажем, такой. Поцеловал Иван Царевич лягушку, а она превратилась в Василису Прекрасную. Поцеловал Иван Царевич Василису Прекрасную, а она опять в лягушку превратилась. Опять поцеловал Иван Царевич лягушку, да, опять в Василису Прекрасную. Снова поцеловал Иван Царевич Василис Прекрасную, а это опять в лягушку превратилась. А гости всё глумились и кричали «Горько! Горько!». Потрясающе. Едет, это из абстрактной серии, а едет автобус полный буратин. Буратины все едут, одни буратины. Сидят в шапочке, все качаются, сидят, едут такие. Вдруг на сильной кочке их всех подбрасывает вверх один, говорит водителю, «Э, не дрова везёшь!». А у меня есть такая карикатура, когда Муму приходит к психиатру, ну, с камнем, приходит и говорит, «Доктор, я смертельно боюсь воды». А ещё у меня на тему врачебную Чебурашка с крокодилом Геной. Чебурашка сидит за дверью медицинского кабинета, и в мультфильме я такое делал. А Гена заходит в медицинский кабинет и говорит, «Доктор, выпишите мне, пожалуйста, справку в бассейн». Ну, Гена, ему надо плавать, он же крокодил всё-таки, ему вода нужна. Гена! Крокодил. Чебурашка. Гена! Да! Ужас! Грустное известие. Что? Шапокляк родила. Ну и что? Ну как что? Я своих утопила, твои не тонуты. Такой, знаете, цинизму. А, про психологов, знаете? Давайте. Это я когда-то училась там, был у меня такой педагогический опыт, психологом должна была стать, дошкольником. И вот там у нас такой анекдот ходил. Короче, встречаются два психолога на Бруклинском мосту, и один другому говорит, слушай, я такой спец, я людей сейчас развожу только так, читаю как с листа. Вот так, черным по белому. Он говорит, да ладно тебе, даже я с моим опытом работы так не могу. А он говорит, держим пари, сейчас проверим. Стоят на Бруклинском мосту, идет француз. К нему подходит психолога, говорит, сэр, ваша жена вам изменила? Тот, а-а-а, из Бруклинского моста. Потом идет англичанин, сэр, ваша жена вам изменила? Хм, вы разорены. А-а-а, из моста, брык. Идет русский. Сэр, ваша жена вам изменила? Хм, вы разорены. Хм, с этого моста прыгать нельзя. А вот ты, хм! Сначала я расскажу психотерапевтический анекдот. Он не имеет отношения к психиатрии никакого, но он еще помогает в жизни. Особенно, когда его рассказывает врач-психиатр, мне кажется. А никто такой, вот, все плохо у человека, он полный неудачник. То есть, вот, сын у него идиоты, учится на двойке, жена его бросила, все, с работы уволили, все, конец. Все. И он, значит, налаживает себе эту петлю, ремешок, встает на табуретку, отдел ремешок на шею, смотрит, а там на шкафу наверху, не допитая бутылка водки. Он говорит, ну, что, я допью уже, все равно, жизнь кончилась. Снимает эту петельку, подходит, наливает ее. Выпил. Смотрит на подоконнике окурочек. Он такой, вот, раз, закурил, смотрит в окно. А что, жизнь-то налаживается? А представьте себе такую картину. Сидит мужчина, сидит мужчина, значит, у него бутылка водки и банка с гвоздями на столе. Сидит, значит, берет, наливает стакан. Раз, выпил, берет один гвоздик из банки, достал на пол, бросил. А ну иди сюда. Не идет, типа, берет еще стакан, наливает. Треть. Берет второй. А ну иди сюда. Смотри. Берет еще стакан, наливает. Треснул. И сюда, сказал. Не идет. Берет жменью гвоздейки. А ну, примите их сюда. Сидит мужик на суку. И сук под собой рубит. И другой проходит мимо него снизу. Говорит, эй, мужик, ты сейчас упадешь. Говорит, иди, иди. И продолжает рубить. Продолжает рубить. Отрубил сук, упал. Сильно. Да? Очень мужик, ну ты колдун. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова